Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Веси Господи, Благослови, Душа моя Господа, и вся внутренняя моя, и я святое Бог. Здравствуйте, дорогие телезрители. Я думаю, многим из нас знакомы чувства радости, какой-то облегченности, когда мы находимся за городом, как мы говорим, на природе. Даже когда, если мы еще не там, еще пока здесь, в городе, уже ощущаем такое приподнятое настроение в ожидании предстоящей радости. Даже когда мы трудимся на даче, где-то в деревне, в поте лица, все у нас не покидает чувство какой-то радости. Не только потому, что мы ожидаем урожай, но и еще что-то. Так вот, это что-то понятно, когда мы ощущаем, что мы находимся в мире Божьем. За городом просто нас меньше. И воздух чище, а природы больше. Кого-то привлекают горы, кого-то реки, моря, озера, степи. Много прекрасных мест на земле. И все это заселено, все это живет, питается, размножается. Но когда человек смотрит на эту красоту, он, конечно, восхищается, вдохновляется. Но это для нас мало. Мы должны как-то понимать, что мы восхищаемся, наслаждаемся, вдохновляемся красотою Божьего мира. Ибо сказано, что из того, и в нем, и тем всяческое. Словом Господним небеса утвердишься, и духом уст его вся сила их. И вся эта красота не просто так. Это все для нас. Это все дар Божий. А дар это за что? А дар это не за что. Это просто дар щедрого Бога, которому в молитвах мы обращаемся и просим. Подождь, Господи, земли благоплодия и во все всякое изобилие и благоденствие. Да не во зло обратим, благая, даруемо нам от щедрого Бога, но во славу Его. Да, как говорят, у Бога всего много. Да не во зло обратим, благая, даруемо нам от щедрого Бога. Природа, как Божие творение, она не только восхищает, вдохновляет нас, радует, но еще и поучает. Иногда ласково, ненавязчиво, незаметно. Иногда строго, но всегда спасительно. И если мы с пониманием произносим слова, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Вот один из этих ненавязчивых уроков. Как-то я находился на берегу пруда и делал такую картину. Маленькая птичка, ну, по всей видимости, камышовка, охотилась за рыбкой. Малька было много, море малька. И птичке потребовалось всего несколько секунд, чтобы поймать малька и улететь. Я тогда подумал, в этот погожий летний день, как хорошо она устроилась. Все-то у нее есть. И дом рядом, и еда рядом, возможно, и еды много. И лапки цепкие, и глаз острый, и клюв соответствующий. Живи и наслаждайся. А зимой? Ну, зимой, наверное, эти птички летают куда-то в Африку, на юг. Хотя и зимой мне приходилось видеть тоже птичек в камышах. Может, кто-то из них и остается. Вот потому Господь, наверное, говорит нам, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Действительно, если птиц, да и вообще все живое, что населяет землю, Господь так питает и оберегает, то к нам-то, к детям своим, еще больше внимания. Но почему-то как-то получается все не так, как хочется. Как-то чего-то все-таки недостает. Кому недостает жемчугов? У кого они есть, те, которые, кажется, мелковаты. В чем же причина нашего недовольства? Причина в том, что мы ищем не то. Точнее, не в той последовательности. Господь говорит нам, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего это еще язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие, правды Его, и все остальное приложится вам. А у нас получается все с точностью до наоборот. Мы сначала заботимся о том, что нам есть, что пить, во что одеться. А уж о Царстве Божьем, о правде Его, даже если мы встречаем соответствующие слова в молитвах, то мы даже их и не понимаем. Много так часто получается. Вот потому и плоды наших трудов обильно смочены слезами, горчат. И причина этой горечи – непослушание Богу, причина в безбожной озабоченности. У пророка Агея есть такие слова. Обратите сердца ваши на пути ваши. Обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, собираете мало. Вы едите, но не в сытость. Пьете и не напиваетесь. Одеваетесь и не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидаете много, а выходит мало. И что домой принесете, то я развею, говорит Господь. За что? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Эти слова были сказаны давно, когда евреи, возвратившись из вереволонского плена, начали возводить храм, но быстро охладили к этому. К охладили и к строительству, и к общественной молитве. И вот пророк и обращает внимание людей. Обратите сердца ваши на пути ваши. Как это актуально звучит и в наши дни. У пророка Давида находим путь глупого прямой в его глазах. А кто слушает советы, тот мудр. Путь беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Нет мудрости, нет разума, и нет совета вопреки Господу. Вот другой пример. Также из жизни птиц. Однажды я стоял на остановке автобусной и видел такую картину. Мое внимание привлек воробей, который разглядел в куче мусора, который дворники собрали, чтобы удобно было вывести, какой-то лакомый кусочек. Я посмотрел потом, что это было за лакомый кусочек. Кусочек был большой, увесистый. Там хватило бы не только на одного воробья, на стаю бы хватило. Так вот этот воробей вынужден был нырять в кучу, потом через какое-то мгновение он оттуда выныривал и держал в клюве кусочек своего лакомства. И я тогда подумал, ну надо же, если бы человек, многие из нас увидели бы такое богатство, наверное, потеряли бы голову. А вот воробей, голову не потерял. И через какое-то время, насытившись, а может быть и нет, улетел. Я вот тоже подумал, что действительно наблюдение за этим, за птицами, оно полезно и нравоучительно. А вот еще одно наблюдение, но уже не за птицами, а за людьми. Ну, в нашем приходе есть молодая женщина, которая одно время часто обращалась ко мне с вопросом. «Батючка, замуж хочу, мужа хочу, хорошего мужа хочу, плохого не надо, семью хочу, детка хочу. Кому молиться? Как молиться?» я сказал, я сказал, ты же молишься, ты же прихожанка нашего храма. Да молюсь, ну вот, я тогда ей посоветовал, а ты знаешь, а ты, говорю, ты надо же просить, что Бога замуж хочу, мужа хочу, да, прошу. Я говорю, ты не проси, что замуж хочешь, ведь ты уже Богу сказала, ну и доверься Богу. Ведь сказано, что знает Господь нужды наши, прежде нашего прошения их. Ну и тебя он услышал наверняка, ну доверься Богу, не проси. Вот есть молитва, там в молитвах все это сказано, поэтому не выпрашивай. Господь знает. Я уж не знаю, послушался она меня или не послушалась, но через некоторое время она выходит замуж, муж ей достался хороший. Хороший. Она как-то засветилась внутренне, была довольна. Потом, через какое-то время я встречаю их вдвоем, и она говорит, батюшка, ребеночка бы. Я говорю, ну вот, только вышла замуж, и уже ребеночка. Ну подожди. И вот теперь они приходят на службу втроем, на руках ребеночек, мальчик, ему уже полтора года. Вот, и когда он причащается, он внимательно смотрит, именно на какой-то взгляд у него такой, мне почему-то кажется, что он говорит или хочет сказать мне, они думают, что это они меня привели в храм, а ведь нет, это я их привел. Я где-то с ним согласен. И закончить нашу встречу я хотел бы словами пророка Давида, который сказал, «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, вытешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Всего вам самого доброго, да хранит вас Господь!» Субтитры создавал DimaTorzok